Добрый день! Вы искали лечение хронического гастрита, эрозивного гастродуденита или язвенной болезни? Прекрасно! Я врач-фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Вылечил уже не одну тысячу желудков на протяжении 25 лет врачебной практики. Могу помочь и вашему. Но если вы считаете, что все беды с вашим желудком можно отнести на счет хеликобактера пилори, или комбилобактера пилори, как его по-разному называют, вы ошибаетесь. Это весомая причина, но далеко не единственная в том плачевном состоянии, в котором находится ваш желудок. Если вы хотите попробовать пройти курс антибиотиков и убить хеликобактер, внесите это видео в закладки или подпишитесь на мой канал, потому что вам все равно придется вернуться. Курс антибиотиков может убить хеликобактера, но он убьет и микрофлору кишечника. И вам придется лечить тот же гастрит, тот же эрозивный гастрододенит или язвенную болезнь на фоне дисбактериоза кишечника. То есть вы создадите просто себе еще одну проблему. Потому что хеликобактер пилори в 90% случаев и немножко больше ассоциирован с повышенной кислотностью и с эрозивным гастрододенитом или язвенной болезнью в 12-перстной кишке. В процентах в 60 случаях он связан с хроническим гастритом с пониженной секрецией и с язвой в желудке. И в 80% случаев он находится в желудках абсолютно здоровых людей, которых желудок не беспокоил, в данный момент не беспокоит и возможно не будет никогда беспокоить в дальнейшем. И у вас есть дилемма. Да, вы можете побороться с хеликобактером, убить его и вроде как решить свою проблему. Но что вы будете делать с вашим окружением? С вашими родными, близкими, детьми, родителями, у которых тоже есть хеликобактер с наибольшей вероятностью. Если у вас более двух людей, с которыми вы можете совместно питаться, то один из них точно имеет хеликобактер пилори. Он для вас источник опять-таки инфекции, если следует по этому пути. И вы можете легко обновить его в своем организме и опять попасть на обострение. А можете решить проблему совершенно иным путем. Хеликобактер был, есть и будет. Как и другие раздражители. Как нерациональный образ жизни, нерациональный режим и рацион питания. Если вы поднимете резистентность слизистой, она будет менее чувствительна ко всем этим негативным факторам. Обострение исчезнет. Если вы напомните свой организм теми веществами, которые ускоряют регенерацию слизистой, не будет ни эрозий, ни язвы. Потому что слизистая всего желудочно-кишечного тракта у любого человека обновляется каждые двое суток. Площадь поверхности кишечника 1300 квадратных метров. Какой площадью у вас эрозия или язвы? Да? Пол сантиметра в сантиметр? Это на полутора тысячах метров. Такой небольшой дефект? Вы слышите? Следующий пациент пришел. Видео я должен заканчивать. Контакты вы видите? Обращайтесь.